Вчера вечером обратился в пункт почтовой связи, чтобы получить посылку свою. Зашли с коллегой, смотрим, что какая-то атмосфера была немножечко напряженная на почтовом отделении. То есть работники почтовой службы, они не работали, просто стояли, а посетители тоже как-то смотрели друг на друга со страхом в глазах. Ну и двое мужчин, один стоял ко мне лицом, другой стоял спиной. Долго себя они не заставили ждать, начали словесно друг друга как-то унижать, оскорблять. Потом эти оскорбления в нецензурной бранью перешлось в отношении сотрудников почтовой связи. Ну а затем перешли на нас, на обычных людей. Ну я сказал ребятам, я говорю, ребята, вы давайте маленечко потише. Ну и на что прям в секунду один из них, который спиной стоял, повернулся, и я увидел автомат Калашникова, которого он мне наставил прямо в живот. Ну там буквально секунды какие-то, потому что я понимал, что автомат все-таки Калашникова может быть и боевым, и какие могут быть последствия после этого. Ну и как-то все обезвредил его быстро, поставил на предохранитель, снял рожок магазина, убедился, что там патронов нету. Ну и потом уже завалил его на пол, и с течением времени, то есть он сопротивлялся сначала, не хотел автомат вообще отдавать. Вот, маленечко пришлось поднажать, поднадавить на него. Ну и я выхватил автомат, уже сотрудникам и всем людям сказал, что патронов нету, автомат как бы пустой, что все успокоились. Ну и все, как-то обстановка приобрела такой более нейтральный оттенок. Вот, но второй мужчина, который вот лицом стоял, это его подельник, не подельник, не знаю, как его назвать. Вот, его сразу как-то не стало. Ну, у меня маленько шоковое состояние было, я этого и не помню. Это мне уже потом коллега рассказывает, ну и из соцсетей я это все увидел, прочитал. Вот, а этот парень с Калашниковым, он пытался всячески выбежать. Меня вытаскивал, да давай там, дружище, давай выйдем с тобой, я с тобой никуда не пойду. Я говорю, жди здесь, ну а соответственно сотрудники уже почтовой связи, они вызвали Росгвардию, там наряд вызвали, полицию. Ну и просто ожидали, я его не выпускал. Автомат был всегда при мне, чтобы в дальнейшем ничего не возникло, потому что у него помимо автомата еще был такой рюкзак мешковидной формы. Что в нем было, неизвестно, никто к нему не дотрагивался. Вот, то есть последствия тоже могли были быть неизвестно какими. Ну и все, и прошло время, незамедлительно сотрудники приехали, соответственно забрали у меня автомат, на него надели наручники, ну и мы все благополучно вышли из отделения почтовой службы связи. Ну вот, вкратце было примерно так.